у меня вопрос и короткий и длинный удостоверение это первый самый важный вопрос конечно будет желательно сейчас я надеюсь что мы вместе будем работать вы удивительный человек вы понимаете что я могу вам сказать у нас невербально все произошло эти ближе к делу мне подачки ирина геннадина не нужны это первое вот эти ваши жесты оставьте для других все не надо было их и начинать даже сейчас я поставили очень глупое и неловкое положение кто что а я не выйду конечно вызовите и мы начнем снова нашу увлекательную работу ирина геннадина выдайте пожалуйста мне удостоверение немедленно я думаю не составит труда его распечатать интересное заявление по этой логике для того чтобы его изготовить необходимо например включить компьютер вы отказываетесь выдать мне удостоверение я не даю вам работы вы тоже очень интересный человек вы сами когда вот сейчас это говорили не понимали насколько глупо это звучит мне что-то предлагать я буду сидеть в кабинете это не кабинет ирины геннадьевны роман это кабинет председателя избирательной комиссии кировской области это для вас что-то это значит для меня это не значит ровным счетом ничего у меня слава богу нет вот такого совершенно пиетета псевдосубордняться и тогда я член избирательной комиссии мне для начала нужно удостоверение потом я хочу ознакомиться с подписными листами и так далее и так далее то что мне не дали сделать первое мое пришествие сейчас у нас второе пришествие и в этот раз меня уж не отзовут хорошо я все понимаю здесь никто еще всего не понимает я вам по секрету даже я сам всего еще не понимаю опять ошибка большая значит удостоверение подписать ирина геннадьевна может подписать господин злобин секретарь это все так распечатать роман вот если отвлечься от персоналей изготовить и распечатать это удостоверение может любой даже не член комиссии работник аппарата достаточно знать где этот файл вывести его на печать и распечатать все поэтому технических никаких препятствий нет здесь есть что-то другое да вот это другое оно недопустимо понимаете дашь слабину в одном палец дашь подпусят руку рано радовались я это никуда не тороплюсь вот чем дело коллегиальный орган он отличается от обычной допустим структуры где подчинение вертикально здесь все привыкли вот смотрите интерьеры да вот колоннады отделка все это стоит безумных денег естественно то есть хочется председателю чувствовать себя значимой фигурой большим начальником и здесь все уже видимо привыкли что есть начальник а на самом-то деле начальника никого нет роман понимаете есть комиссия избирательная в нее входят члены разница между членами с решающим и совещательным я сокращаю да она незначительная более того законодатель это редкий случай когда четко все предусмотрено там сказано что члены с псг обладают равными правами с членами с решающим голосом равными за исключением и приводится там 5-6 пунктов которые сейчас к нашей деятельности не имеют никакого отношения выдавать бюллетени протоколы это все совершенно не имеет значения во всем остальном члены комиссии они абсолютно равноправны понимаете комиссия своего состава выбрала председателя заместителя секретаря эти люди руководят общей работой тут спору то никакого нет но эти люди не могут определять что и как делать другим членам вот например в законе сказано члену комиссии выдается удостоверение установленного образца срок не установлен вопросов нет но как раз не установление срок это это проблема больше для того кто должен выдать они для меня потому что на мой взгляд как юрист и профессионал как только я потребовал выдать а я потребовал в письменной форме незамедлительно то это удостоверение незамедлительно должно быть мне выдано если нет электричество то есть какие-то объективные обстоятельства мешают это я бы как мудрый человек я бы caren phas du верее вот я бы как мудрый человек подступил там потому что сейчас если мое заявление не будет вы удовлетворено нарушают сто моих правах я не право в том числе на получение удостоверения Зачем мне удостоверение? А, например, я не могу без удостоверения сюда проходить Понимаете, Роман? Это ведь не то, что я хочу, дайте мне Это мне мешает, это мне нужно для работы А отсутствие удостоверения мне мешает Как члену комиссии Нарушаются права члена избирательной комиссии А это уже административка Еще чуть-чуть и дойдем до уголовки Я абсолютно серьезно Я не прощу не то, что произошло здесь месяц назад в отношении меня Здесь все будет Видимо, некоторые подумали, что отозвал Тарнавский и все Да нет, не все Нарушения, с моей точки зрения, были И вот за те нарушения я буду, естественно, призывать к ответственности Сейчас Ирина Геннадьевна поняла, что И началось Есть у меня для вас интересная работа Какая интересная работа Вы же наверняка знаете, как меня в субботу сюда не пустили физически Но это же какой-то просто кошмар Как так можно члена комиссии Я еще был членом комиссии в то время Как можно его не пустить в помещение избирательной комиссии У меня в голове это просто не укладывается Нет списков Так это внутренние дела, технические Они дозвонились до председателя, до Верзилина И она с ними поговорила Подтвердила, что я являюсь членом комиссии Это они сами сказали, да, подтвердила Но сказала не пускать Вот это в какие ворот стоят Неужели вы думаете, что я Со своим сознанием Со своим развитым чувством собственного достоинства Оставлю это без внимания Большая ошибка И видимо ее все-таки кто-то совершил Считать, что Ну, я это прогулки Это все на года Теперь Считать, что я не могу Здравствуйте, меня зовут Долгих Антон Витальевич. Долгих Антон Витальевич, я член избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса. Я сейчас нахожусь в помещении избирательной комиссии Кировской области, Карла Липкница 69, город Киров. В кабинете председателя я подал письменное заявление о выдаче мне удостоверения установленного образца, в соответствии с законом оно выдается. Но председатель избирательной комиссии Ирина Верзилина отказалась мне его выдать и покинула свой кабинет. Я сейчас нахожусь в кабинете в присутствии пресс-секретаря избирательной комиссии Романа Казмина. Вы записывайте, пожалуйста. Тем более у нас же ведется аудиозапись еще. Да, я подал заявление в письменном виде и в устной форме дополнительно попросил выдать мне удостоверение. Но председатель удостоверения члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса установленного образца. Вы, пожалуйста, записывайте за мной. Я говорю сейчас не для того, чтобы помощи от вас попросить. Я делаю заявление. Ну, я согласен. Так ведь я специально медленно говорю. Ну, хорошо, мне не сложно. Я сейчас прошу возбудить дело об административном правонарушении по факту нарушения прав члена избирательной комиссии. Прошу, соответственно, направить сюда наряд. Это у нас уже, к сожалению, не первый раз. Но, видимо, без этого никак не обойтись. Председатель избирательной комиссии Кировской области Ирина Геннадьевна Верзилина отказалась выдать мне удостоверение, сославшись на некие неизвестные мне обстоятельства. То есть я сейчас хочу зафиксировать этот факт, хочу сделать заявление. Телефон мой 466-566. Долгих Антон Витальевич. Спасибо. Долгих Антон Витальевич, удостоверение вам будет в доме. Я в полицию только что в сельскошенную. Я в полицию сейчас позвонил. Приедет полиция. Ну, ради бога, вы там, пожалуйста. Да я не буду там ждать. Что? Я не буду там ждать. Я здесь буду ждать удостоверения. Нет, вы не будете здесь ждать. Это кабинет председателя. Это не избирательная комиссия. Это помещение избирательной комиссии Кировской области. А я член избирательной комиссии Кировской области. Ну, представитель, у нас доверено лицо, Сергей Павлович? Нет. Я его помощник и точка. И вопрос у меня. Посмотрите, пожалуйста, как себя ведет, соответственно, член комиссии правосвещательного области. Это что вы просто, Сергей Павлович, предательство? А маме моей не желаете еще, пожалуйста, мне? Я прошу вас, чтобы член комиссии правосвещательного области подождал. Вы можете сейчас покинуть помещение на время? Выпросите кто? Я? Да. Выпросите время, можете посмотреть. А, это вы, мы в кабинет приемных Матвеевых приходили, да? Да. Да, точно, точно. Сергей Александрович, да-да-да. Что вы хотите, Сергей Александрович? Я хочу, чтобы вы просто вышли сейчас на время, пока... Пока что? Пока начальник тут своими делами занимается. Пока начальник своими делами занимается? Ты прекрасный, Сергей Александрович. Вы своим словам-то отчет отдаете? Вообще. Во-первых, это не начальник. Это председатель избирательной комиссии Кировской области. Во-вторых, своими делами начальник может заниматься дома, но никак не в рабочее время, не в помещении избирательной комиссии. В-третьих, Сергей Александрович, я прошу вас руки-то вот так не держать в боках. Мне кажется, немножко это не по форме. Ну, хорошо, прокуратура разберется, это мелочь. Сергей Александрович, я закон нарушаю? Вы сейчас не нарушаете. Совершенно верно. Если я закон не нарушаю, ваше желание, к сожалению, удовлетворить я не могу. Поэтому ваше желание я не удовлетворяю. Я вам отказываю вашей просьбой. Надеюсь, я понятно объясню. А теперь я делаю вам уже встречное заявление в устной форме. Я прошу вас немедленно возбудить дело об административном правонарушении в отношении председателя избирательной комиссии Кировской области Ирины Геннадьевны Верзьевиной. По факту отказа в выдаче мне удостоверения члена избирательной комиссии Кировской области. Я требую, чтобы вы сейчас зарегистрировали мое заявление, как положено в основном порядке, в КУСП и предприняли необходимые меры в соответствии закона. Прошу вас исполнять свои служебные обязанности. Ирина Геннадьевна, когда вы мне выдадите удостоверение, а вы мешаете мне осуществлять мои полномочия члена избирательной комиссии Кировской области. Понимаете? Я объясню. Без удостоверения я не могу войти в здание, например. Уважаемые представители правоохранительного комиссии Кировской области, я вас очень прошу сейчас вот этого молодого человека подождать в приемной для того, чтобы решить все его вопросы. В настоящее время мне сейчас будут звонить с телевидения для того, чтобы я дала интервью по досрочному голосованию. В настоящий момент этот молодой человек меня лишает права избирателям довести информацию о том, что завтра будет проходить досрочное голосование. Прошу это запротоколировать. А сейчас прошу его вывести из кабинета. Ирина Геннадьевна, вы ставите очень сложное положение со стороны полиции. Они не могут меня вывести из кабинета. Если сейчас он не выходит. Секунду. Сразу предупреждаю. И вас, Сергей Александрович, и вас, не знаю, как назвать. Я не буду применять физическую силу. Отсюда я выйду только с применением физической силы из специальных средств. Я уже сказал вам, Сергей Александрович, не могу. Более того, не хочу. И более того, я объяснил, почему. Мне нужно... Сергей Александрович, послушайте. Есть удостоверение установленного образца. Оно есть. Понимаете, Сергей Александрович, распечатать это удостоверение, это 20 секунд. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Здесь пытаются из меня сделать дурочка. Я прекрасно понимаю. Спасибо вам. Да, Николаевич. Я очень рад, что вы прибыли. По крайней мере, никакого хулиганства не будет. Какой ведь Ирина Геннадьевна могла. Я имею в виду, из меня хулиган сделать. А что вы сейчас делаете по-вашему? Я сейчас, Ирина Геннадьевна, настоятельно прошел. Да нет, что ли. Вы хулиганите. Вам третий раз говорят, а вы умный человек. Я хулиган? Вы все прекрасно понимаете. Но, во всяком случае, совершаете хулиганские поступки. Сейчас? За сегодняшний день, да, конечно. Уважаемые коллеги, он себя пиарит. Только для того, чтобы лишний раз в интернете показать, что прав только он на самом деле. Это не так. Выслушайте, пожалуйста, меня. Мне сейчас, уважаемые коллеги, необходимо выступить перед избирателями. Но вот этот молодой человек не дает мне работать в моем кабинете. Какой молодой человек? Назовите фамилию. Я обратилась к органам правопорядка. Сейчас меня поправят, как правильно это сказать, для того, чтобы мне не мешали работать и осуществлять свои полномочия. Спасибо вам. О ком речь сейчас была? Можете уточнить? Как зовут молодого человека? Ну, что вот я могу сказать. Давайте я выйду сейчас еще раз, очередной раз из своего кабинета, в котором я должна выполнять эти полномочия, из-за вот этого товарища, который мне не дает, еще раз говорю, работать. Уважаемые коллеги, это был Антон Долгих. Ирина Геннадьевна, удостоверение распечатайте, выдайте и все. Какой-то театр абсурда, конечно. Продолжение следует... 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 Распечатать удостоверение займет несколько секунд. Оно хранится в виде файла. Это не удостоверение, вот как в обычном понимании, там, корочки. Это лист бумажки. То есть, я не знаю, какой вот здесь формат, а обычно он вот такого формата. Распечатывается, обрезается, подписывается председателем и секретарем Все, все, ламинация мне не требуется Они сказали, надо заламинировать Хотя я не очень представляю, в чем сложность прокатить через ламинацию Ну бог с ним, предварительно можно без ламинации Вот все, что мне нужно, господин полицейский Чтобы вы понимали весь маразм и абсурд ситуации Вас отвлекают от работы, меня отвлекают от работы Меня не дают осуществлять полномочия мои Помимо этого заявления поданы еще два заявления Об ознакомлении с документами Это уже все вторично и дальше Сейчас, мне кажется, Ирина Геннадьевна хочет, чтобы время скорее вышло Закончился рабочий день и не дать мне подписные листы кандидатов Единственное, я думаю, в чем меня можно упрекнуть Так это в том, что у меня слишком сильно развито чувство собственного достоинства И уверенность в своей правоте Вот если в этом кто-то меня захочет упрекнуть В этом он будет совершенно прав Если считать, что чувство собственного достоинства И уверенность в своей правоте для профессионала Это плохие качества Дело в том, что когда я был членом избирательной комиссии данной другого кандидата Порядка около месяца назад Меня не пустили в субботу сюда В помещение избирательной комиссии Потому что меня не было в каких-то списках А удостоверения у меня не было Мне точно так же его не выдали Точно так же, потому что там знали, что будет отказ в регистрации И дотянули до отказа, и все, и не выдали Сотрудники действовали Сотрудники действовали Как раз сотрудник, вот мне очень его жалко Но я написал заявление о привлечении его к уголовной ответственности Я буду добиваться этого Потому что он, на мой взгляд, совершил самоуправство Он не имеет права препятствовать Ведь он дозвонился до Верзелина Дозвонился, Верзелина подтвердила, что я Нет, нет, вы немножко не правы Это я был, я же с вами тогда А, ну, вы по голосу Мне вас очень жаль, как человека Но я вас, честно, несколько раз предупредил Что я буду это делать Так нет, я вас понял Смотрите, вы удостоверение не предъявили Вот, потому что у меня его не было То есть вы согласны с тем, что отсутствие у меня удостоверения Как следствие его невыдачи Помешало мне? Я следствие невыдачи как бы не знали Я согласен, я вам это говорю Мне не выдали Для меня в факту главное предъявить Согласен Второе, выходные составляются в списке Даже те сотрудники, которые работают в администрации Без заявки на выходной день Они тоже не имеют права выпасть Согласен с вами Но это уже внутренний режим Вы поймите, вот, соотношение закона Федерального, областного, Конституции И инструкций режимных Я ведь согласен, что есть это противоречие Но оно должно разрешаться в пользу закона В пользу прав членов избирательной комиссии Вы установили, я же вас просил Вы себя вели достойно У меня к вам претензий, как к сотруднику нет Кроме того, что вы меня не пропустили И в итоге вас подставили все руководители И вас, скорее всего, оставят и бросят в беде Когда дело дойдет до реального Потому что у вас, с одной стороны, инструкция И меня нет в списках С другой стороны, я член комиссии Вы это установили Вам Верзилина подтвердится Нет, в смысле как Я ведь с Верзилиной не разговаривал Здесь работала сотрудница, которая не имеет Ну вот видите, как уже начинается Мне до этого сказали, не лично вы Может, я лично, я сейчас не помню Запись надо смотреть Либо ваш руководитель, когда приехал Он мне четко сказал Либо вы, я не помню Он мне четко сказал Да, Верзилина подтвердила ваш статус Не опосредованно через работника А лично в звонке Нет, я Верзилина не звонил Я общался с девушкой, которая работала Она не имеет отношения к этому Согласен Она не имеет никакого отношения Согласен Я с вами полностью согласен Но вот здесь возникает именно проблема Статус члена избирательной комиссии Он не подтверждается удостоверением Вот кандидат назначает Даже никакого решения не требуется Кандидат назначил Подал документ И этот человек член комиссии Понимаете? Так может любой человек с улицы Претискать, я член избирательной комиссии Вы правы Поэтому его надо Правильно Поэтому у меня же была бумага Я вам хотел показать Вы же сами захотели смотреть Уведомление кандидата С отметкой вручения В избирательную комиссию О том, что я член Вы документы никакие Не предлагали смотреть И не говорили ничего Вы только говорили Что вы сами созванивались Видите, как начинается Я знаю прекрасно Когда пахнет жареным Задержанный сам падает Батарею несколько раз Я выполнил свою должностную обязанность Я вашу службу уважаю Вы по-своему С вашей точки зрения Делали все правильно Но руководство ваше Вас подставило Они могли и обязаны были разобраться Как люди более допустим Осведомленные Что действительно Члену избирательной комиссии Необходимо дать доступ К вмещению избирательной комиссии Мой статус устанавливался Элементарно Вот если позвонил кто-то Я ведь не спорю Может не вы Руководитель ваш позвонил Но Верзилина Совершенно четко Подтвердила мой статус Я не смог Я же хотел прийти Я понимал что Я уже здесь никого нет Я ничего не сделаю Я хотел прийти И оставить два заявления Мне этого сделать не дали А все почему Потому что у меня не было удостоверения У вас же первый вопрос был У вас есть удостоверение Я сказал нет Объяснил почему Это самое основное Да Конечно Будь у меня удостоверение Я думаю что у нас Не возникла бы эта ситуация Думаю так И независимо от наличия Или отсутствия меня в списках Потом Ирина Геннадьевна В газете репортер Дает комментарии О том что Сотрудники полиции Приехали По вызову долгих Посмеялись Пожали плечами И уехали Значит надо так перевернуть ситуацию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я могу понять Почему от меня Скрывают подписные листы И затягивали Но вот не выдача удостоверения Мы здесь все взрослые люди Более-менее Вот согласитесь Это какой-то просто Абсурд Мне ничего не надо Кроме удостоверения Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!